Катюша, легенда, маэстро, смуглянка. У каждой из этих дам преклонного возраста есть свое имя. Например, Катюшу назвали в честь бабушки одного из участников экспедиции. Бежевой победе за участие во всех автопробегах дали имя «Легенда». Машины сборки советского времени очень надежны, считает владелец легенды, и могут дать фору современному авто. Для своих 70 лет эти раритетные авто выглядят, как будто бы только что сошли с конвейера Горьковского завода. Реставрацию, конечно же, кузов проходил, но вот в салоне ничего не меняли. Обшивка салона, коврики, мягкие диваны, тонкий большой руль. Двигатель оригинальный, а вот с печкой – проблемы. Но руки иногда не доходят до печки, до вот этих щелей закрыть. Поэтому иногда вот идешь в машине, а температура такая же, как на улице. Поэтому приходится померзнуть. За два дня пути незначительные поломки были. В Лангипасе провинилась смуглянка. Ночь провели в гараже, ремонтировали карбюратор. На такие случаи багажник весь забит запчастями и инструментами. Вот видите, запасная запаска есть. У нас бензин, потому что у многих машин вообще не показывает бензин сколько. Поэтому мы возьмем свою канистру бензина еще. Вот там видно бензонасосы, прокладки для двигателя. Участники автопробега вместе с горожанами, школьниками и представителями власти собрались сегодня у памятника воину-освободителю. Почтили минутой молчания память погибших солдат в годы Великой Отечественной и возложили цветы. Разрешите зачитать поздравительную открытку от главы города Никтоюганска Сергея Юрьевича Дегтярева. Акция памяти дает толчок развитию патриотического воспитания молодежи. Ветеранов становится с каждым годом все меньше и меньше. Поэтому очень важно сохранить историю подвига наших защитников. Своим примером вы показываете, что победу Великой Отечественной войне ковали все братские народы. И сейчас в волею судеб мы хотя бы и находимся по разные стороны границ, но мы вместе. И ваш маршрут прямо этому подтверждение. Наши ветераны просили передать, чтобы мы любили нашу родину, защищали ее, растили крепкими семьи, были здоровыми и сильными. В этом году участие в медиа-экспедиции принимает больше 20 человек. Им предстоит преодолеть 10 тысяч километров пути и посетить 30 городов, в том числе столицы Азиатских республик – Астану, Бишкек, Самарканд. Завершится акция 9 мая в Ханты-Мансийске. Колонна из раритетных машин примет участие в Параде Победы.